В 1977 году начались работы по водоплавающему УАЗу по имени Ягуар. Для непосвященных. Это единственный представитель семейства кошачьих, лояльно относящийся к воде. Конструкторы решили, делаем полноценный автомобиль, а не какую-то там лодку с колесами. И действительно, сразу не поймешь, что перед вами амфибия. Даже двери есть со специальными притягивающими рычагами, задрайками. Главное, не забыть перед входом в реку закрыть кингстоны. Ягуар сохранил лучшие черты базовой модели, что подтвердили испытания в тяжелых дорожных условиях. На суше его скорость достигала сотни, а вот на воде в 10 раз медленнее. Но и этого вполне хватало. А еще поражал запас плавучести водяной кошки. По техзаданию один водитель и 600 килограммов нагрузки. Реально, 11 человек с тем же багажом. Был создан и пограничный вариант с комплектом лыж и клеткой для служебно-розыскной собаки. Эту модификацию назвали «Баклан». Выпуск уникальной амфибии из-за отсутствия финансирования ограничился всего 14 экземпляров. Пара последних ягуаров хранится в Рязанском музее военных автомобилей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова